Друзья, всем привет! Сейчас на просторах интернета активно муссируются темы, которые касаются HyperOS 1.5, а также HyperOS 2. А как бы вся эта информация пока еще далека от того, что мы хотели бы с вами видеть, но, как утверждается, появилось одно интересное обновление стокового приложения, которое улучшит оптимизацию быстродействия, а также анимации на твоем Xiaomi. И потому данный видеоролик и посвящается тому, как улучшить свое устройство. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. И ситуация у нас обстоит следующим образом, что разработчики сейчас действительно занимаются таким вопросом, как выпуск HyperOS 1.5. Но 1.5 будет доступна для небольшого количества аппаратов. Ну и в целом на канале я об этом рассказывал в предыдущем видеоролике, где именно там указал на то, что сейчас в принципе можно ожидать от 1.5. Но вас, конечно, будет интересовать глобальные устройства наших Xiaomi, а также что на них можно поставить. Я знаю, что у многих есть проблема, которая касается анимации, оптимизации и быстродействия в принципе системы. Понятное дело, что обновлением всего лишь одного компонента мы не улучшим в принципе, как бы то, на работоспособность устройства, но попытаться какие-то моменты сгладить мы с вами, конечно же, можем. Ну и речь у нас с вами пойдет о системной оболочке или же о HyperOS лаунчере. Как заявляется, данная версия была вытащена с будущего Redmi K70 Ultra, который выйдет в этом месяце и вроде бы, как говорят, он будет вместе с HyperOS 1.5. И вот получается, вы можете поставить реально на свое устройство именно данную версию. Плюс вы там можете еще понакручивать вот стандартный всем этот раздел под названием скорость анимации, но это все понятно. Тут как бы нас больше интересует вопрос, что нам делать с версиями. И вот допустим сейчас у вас в смартфоне стоит какая-нибудь версия системной оболочки 4.39.15. Ну это опять же чисто как к примеру. А тут у нас версия 4.39.14. И тут у нас такой как бы небольшой когнитивный диссонанс возникает, что вроде бы как версия будет младше, но и при этом она там с какими-то новыми фишками. В принципе так оно и есть. И разработчики нас всегда удивляют этой нумерацией. Но как бы отлично, то понятно, что разработчики нас удивляют, но что нам делать в данной ситуации? Все достаточно просто. Нам нужно будет всего лишь удалить обновление системной оболочки. Я вам продемонстрировал, как в нее можно зайти. Но если вы не хотите, чтобы у вас после удаления слетело расположение значков на рабочем столе, вам необходимо сделать резервную копию. И все это добро находится у нас в разделе о телефоне. Далее резервирование и восстановление. Мобильное устройство. И вот тут у нас будет два таких раздела. Создать резервную копию и восстановление. Соответственно вы убираете здесь все галочки, открываете другие системные приложения, и тут нажимаете на системную оболочку. После чего выбираете создать резервную копию. Как только удалили обновление и поставили новое, заходите опять же в этот раздел и выбираете восстановить. И вы мне сейчас можете сказать, что как бы да, ты нам показываешь Xiaomi 14, и в нем по умолчанию и так должно быть все нормально. Но вот сколько уже я этим аппаратом попользовался, и жена им сколько попользовалась, есть у нас определенные вопросики к тому, как в оболочке оптимизация реализована, а также как анимашки ранее работали. Но сейчас я вам хочу сказать, что как только мы поставили обновление этого приложения, то в принципе большая часть таких косяков, которые были, они поуходили. Да, опять же, это не панацея от всего того, что можно как бы в этом устройстве исправить, и как бы есть еще куда его доводить до ума. И лично, по моему мнению, более приятно стало взаимодействовать с устройством, нежели это было ранее. Потому я думаю, что стоит в будущем ожидать еще слива каких-то интересных приложений, допустим, безопасности какой-нибудь, ну или же в принципе еще новых версий HyperOS лаунчера. И как вы могли заметить, что ничего сложного здесь у нас нет. И плюсом у вас еще, наверное, возник вопрос, а где же нам найти этот HyperOS лаунчер? И как по традиции, всегда у нас ссылка будет в описании под этим видеороликом. Переходите, качаете, устанавливаете и наслаждаетесь уже сейчас всеми преимуществами будущей HyperOS 1.5. И да, кстати, на смартфоны пока вся эта история не прокатит. Ну а если я о чем-то забыл упомянуть или остались вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok